Всем привет! Сегодня в нашей студии легендарный бренд, который является аллигатором в своей сфере в прямом и в переносном смысле. Это, конечно же, Лакост. По традиции мы с вами начнем с истории бренда, а потом разберемся, как лечить настоящего крокодила от дохлой китайской ящерицы. Итак, поехали! 1933 год. Французский теннисист Ренелла Кост задумывается над созданием новой одежды для занятия спортом, а именно для тенниса. Именно в этом году на замену старым рубашкам с длинным рукавом и пуловером приходят первые легкие пола с коротким рукавом, сделанные из очень легкого материала. Новая ткань оказалась невероятно практичной. Она быстро сохла, имела поры для дыхания кожи, а крой самой футболки не сковывал движение спортсмену. Благодаря новаторским решениям новые пола получают невероятную популярность. Подхватив эту волну, Рене запускает в производство первые пола под торговой маркой Лакост. В 1950 году бренд вышел на американский рынок, где быстро завоевал популярность, а в 1951 году в продажу поступили пола с большим обилием цветов и интересных дизайнов. Уже в 1963 году к штурвалу компании приходит сын Рене, который ставит перед собой самую главную задачу компании в расширении ассортимента. Именно в этом году в продажу выходят первые кофты, спортивные штаны, куртки, кроссовки и аксессуары. А для новых креативных решений в компанию были приглашены всемирно известные дизайнеры руки-ноги, махал пальчиком, которые помогали продвижению компании. На достигнутом никто не собирался останавливаться. Именно поэтому бренд пользуется огромной популярностью по всему миру и по сей день. А владельцы компании едят черную икру ложками и запивают дорогим французским шампанским. На этом история бренда подходит к концу. Пришло время научить тебя отличать настоящего аллигатора от ящерицы, которая пробегает мимо тебя. Первое, на что мы с вами обратим внимание, это конечно же логотип, на котором должен быть изображен крокодил. Логотип сам пришит ровно и находится на левой части груди. Также обратите внимание на самого крокодила. Он не должен выглядеть выпившим, как будто бы он бухал неделю и не просыхал после этого. Далее у нас идут верхние бирки. Тут есть небольшие различия в зависимости от старых либо же новых коллекций. В более старых коллекциях все размеры указаны в цифрах. В более новых коллекциях могут указываться в буквах. Если вам попалась вещь из более старых коллекций, то вы должны знать, что двойка это XS, тройка это S, четверка это M, пятерка это L, шестерка XL и семерка 2XL. Тут все очень просто. Далее у нас идут нижние бирки. Если вы держите в руках пола, то на нижних бирках должна быть пришита запасная пуговица. А выглядеть они должны примерно так. Ну и раз мы заговорили о пуговицах, пришло время посмотреть на них. С ними тоже все неоднозначно. На более старых коллекциях логотипы Лакост, название бренда также не выбивается. На более свежих коллекциях это все присутствует. Также если на одежде есть замочки, рекомендую обратить внимание на фурнитуру. На ней должны быть надписи YKK, лампа, либо же SPS. Ну что ж, поздравляю, теперь ты владеешь всей информацией, как отличить оригинальный Лакост от поддельного. Спасибо тебе огромное за просмотр. Если видео было полезным и интересным, не забывай прожимать лайк, подписывайся на канал, включай колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о моих следующих видеороликах. На этом буду с вами прощаться. До новых встреч и пока! Субтитры сделал DimaTorzok